здравствуйте меня зовут даша я расскажу вам о прионах также в своей лекции я отвечу на такие интригующие вопросы как почему есть мозг плохо как каннибализм приводит к деградации личности как стать злым близнецом и переманить остальных на темную сторону итак знакомьтесь это племя форр они живут в новой зеландии и привлекли к себе внимание общественности в середине двадцатого века из-за серии загадочных смертей которые у них там происходили этим смертям предшествовали такие нервные явления как нарушение координации движений спазмы мышц деградация личности дрожь и остальные этим очень заинтересовался американский ученый карлтон гайдушек он отправился в новую гвинею для того чтобы подробнее изучить это заболевание проследить тенденции его развития его исход гайдушек даже выучил их язык долго жил с ними пытался понять как же возникает это заболевание и что является его возбудителем в итоге изучив их традиции он пришел к выводу что это инфекционное заболевание она передается от одного человека больному к другому здоровому и этому предшествуют традиции с этого племени какие же традиции этого племени это каннибализм когда умирает какой-то пожилой человек племени фаре остальные съедают его мозг чаще всего таким занимаются женщины и дети как ни странно и вот как раз женщины и дети чаще всего болели этими загадочными заболеваниями карлтон гайдушек понял что эта инфекция что она передается одному человеку другому за это открытие он получил нобелевскую премию впоследствии однако он думал что такие заболевания вызывают вирусы он оказался неправ несколькими годами позже его коллега тоже американец стэнли прузинер сопоставляя данные об этом заболевании и а заболевание овец скрейпе которая встречалась в северной европе ранее он проследил что одинаковая симптоматика одинаковое развитие болезни исход и предположил что один и тот же возбудитель стэнли прузинер открыл этого возбудителя тоже получил за это нобелевскую премию впоследствии и мир очень удивился когда узнал что же это все таки такое вызывает эти заболевания он назвал возбудителя приона в переводе с английского прион это инфекционный белок действительно белки оказывается могут вызывать заболевания мы привыкли что заболевания вызывают различные грибы и бактерии или вирусы однако как ни странно вот и белки на это способны вроде бы эти белки они не имеют нуклеиновых кислот днк или рнк но тем не менее они способны размножаться в непривычном смысле этого слова и все таки и захватывать организм и в итоге убивать его этим этой проблемой очень серьезно занялись исследовали ее пытались понять почему же все-таки белки так себя ведут откуда они берутся и в ходе этих исследований обнаружили что есть очень похожие на эти белки но нормальные белки которые вырабатывает организм и впоследствии назвали нормальными прионами почему такой парадокс получился вот вроде при он это инфекционный белок а тут получается есть нормальный инфекционный белок который не вызывает инфекций но это получилось так потому что сначала открыли инфекционный а потом уже похожий на него нормальный прион и выяснили его функции и так функции нормальных прионов они участвуют в передаче нервных импульсов также в метаболизме меди в организме еще они участвуют в контроле процессов сна и бодрствования и формирование долгосрочной памяти также они уберегают организм от окислительного стресса во время воспалительных реакций и инфекционных заболеваний но что является в них самое самым опасным вот эти вот нормальные белки они очень нужны в организме они не вызывают заболеваний однако у них есть такие злые близнецы это инфекционные прионы которые очень похожи на нормальные но опасны для организма попадая в мозг они встречаются с нормальными белками прионами и переводят их на темную сторону меняя их структуру вот здесь изображен такой злой близнец который бьет нормальный прион заставляя его измениться это же стать плохим инфекционным впоследствии вот этот нормальный прион он тоже становится инфекционным и они уже на пару начинают творить свои злые дела таким образом каждый инфекционный прион может менять нормальные прионы и в мозгу происходит таким образом цепная реакция вот вы представляете как это быстро может развиваться все нормальные прионы могут изменяться при встрече с инфекционными таким образом вот это происходит без участия нуклеиновых кислот то есть в привычном смысле это размножение назвать никак нельзя но тем не менее так получается что вот белки вроде и размножаются и захватывают организм в чем же принципиально отличие нормальных прионов от инфекционных прежде всего в их структуре у нормальных прионов ну и то и то и нормальные инфекционные это белки стеретичная структурой то есть они выглядят как глобулы но в своем составе они имеют спирали у нормальных белков это в основном альфа спирали а у инфекционных патологических это бета спирали или их еще называют бета-листы таким образом вот инфекционный белок может поменять природу нормального белка он становится вот таким вот меняются не только его структура но также и функции которые он выполняет и устойчивость его очень меняется если у нормального белка они являются малоустойчивыми то есть они могут распадаться при действии ультрафиолета радиации ферментов которые разрушают белки протеазы и при привычных способах стерилизации инфекционные прионы их очень тяжело разрушить к примеру инфекционный прион мгновенно разрушается при температуре в 1000 градусов по за 24 часа он может разрушиться при температуре 160 градусов ну из стандартных средств дезинфекции инфекционные прионы могут разрушить хлорная известиет кинатор но еще сильнокислые моющие средства но поскольку об этом еще не все знали раньше это вызывало определенные затруднения являясь и поодиночке очень стойкими вот эти инфекционные прионы еще и формируют такие банды они объединяются друг с другом и образуют такие токсические бляшки они оседают на поверхности нервных клеток и блокируют процессы которые происходят на их мембранах они таким образом запускают процесс апоптоза в клетке то есть запрограммированная смерть или там старение постепенное апоптоз еще есть теория что когда эти бляшки садятся на нервные клетки нейроны стараются выработать внутри себя активные кислородные соединения для того чтобы выйти наружу и избавиться от этих белков но поскольку там сверху выход заблокирован эти активные кислородные соединения остаются клетки и начинают ее разрушать снаружи на месте вот этих разрушенных нейронов ничего не образуется там остаются пустоты поскольку нейроны очень медленно восстанавливаются и таким образом мозг становится похож на губку вот здесь на этом снимке изображена нервная ткань головного мозга вот там где вот эти вот беленькие точечки это раньше были нейроны которые впоследствии уничтожили инфекционные прионы и там образовались пустоты мозг становится вот похож на губку с дырочками такими из-за этого эти прионы и заболевания назвали губчистыми энцефалопатиями ну губчистыми понятно почему энцефалопатиями потому что энцефален с латыни это мозг также к этим губчистым энцефалопатиям относятся у людей болезни крейсфолда якоба болезнь куру о которой мы говорили в самом начале это та самая которым болели племена в новой квинеи фатальная семейная бессонница ну и другие заболевания людей у животных также встречаются прионные заболевания это скрепи овец коровье бешенство губчистые энцефалопатии кошачьих олени лось и норок достаточно много видов болеют этими прионными заболеваниями и ученые считают что в принципе ими способен заболеть любой у кого есть нормальный прион считается что это нормальные прионы есть у всех млекопитающих и птиц однако недавно открыто что даже у членистоногих есть эти прионы например у дрозофил нормальные прионы формируют долгосрочную память возможно еще у каких-то видов сейчас это все из на стадии изучения и скоро мы можем узнать еще что-нибудь новое о них при всех этих заболеваниях схожие симптомы и схожее развитие их постоянно они характеризуются нервными какими-то явлениями у человека например если он болен прионным заболеванием такое яркое явление это деградация личности когда вот человек вроде бы взрослый умный не может за себя позаботиться не может сам принимать душ сам кушать ему необходима помощь окружающих вот это одно из таких ярких явлений у людей есть некоторые отличия в симптоматике прионных заболеваний например у овец скрепи характеризуется жуткой почесухой они бедное животное так расчесывать себя что прямо вот сдирают себя шерсть кожу моментами и так и называют это заболевание еще почесуха овец а у человека есть еще такое интересное заболевание фатальная семейная бессонница прием человек не может спать и в конце концов это длится несколько месяцев он просто умирает от недосыпания вот как же можно заболеть этими прионными заболеваниями во-первых можно подхватить пищей вот каннибализм это очень плохо племена в новой гвинеи так и поступали и за это поплатились также есть такой самый яркий наверное случай прионных заболеваний у животных это произошло на границе 20 и 21 века заболела свыше 180 тысяч коров и умерла от прионных заболеваний в северной европе ученые в итоге выяснили из-за чего это произошло тоже они употребились с пищей эти прионные белки инфекционные дело в том что когда животное умирает его труп могут отправить на вторичную переработку сделать из него мясо костную муку то есть это туша под действием механических ну под механическим воздействием термическим превращается в мясо костную муку которую потом можно скармливать скоту домашним животным для того чтобы они лучше росли и развивались и вот очевидно в каком-то какое-то животное было заболевшим или несколько животных из тех из которых потом сделали эту мясо костную муку и скормили тем коровам поскольку вот этой механической термической обработки было недостаточно для того чтобы убить инфекционные прионы они же очень стойкие ну это кадр из индианы джонса там где им предлагали есть обезьяне мозги этим я тоже вам не советую заниматься потому что можно заразиться и прионами других видов например ну они вырабатываются у каждого специфические но человек может заразиться и прионами коров и овец и возможно других видов животных точно так же как коровы там прионами овец могли заразиться поэтому это тоже очень опасно второй путь заражения это можно генетически заболеть этим прионным заболеванием в нашем организме есть гены которые отвечают за синтез нормальных прионов если происходит какая-то перестройка или какие-то ошибки в этих генах тогда при он начинают вырабатываться в неправильной форме возможно это токсичные вот эти инфекционные прионы начинают вырабатываться и таким образом заболевание может встречаться и у родителей и у их детей дальше может произойти из-за ошибки нейрохирурга допустим если проводится операция какая-то нейрохирургическая и эти инструменты потом плохо простерилизованы если прошедший пациент был болен и другому пациенту делают операцию то он может подцепить прионное заболевание можно при пересадке нервных мозговых оболочек также от больного к здоровому можно тоже заболеть этими прионными заболеваниями раньше было это очень актуально когда еще плохо были изучены прионы плохо было изучены методы их диагностики то как с ними справляться дезактивировать их но теперь эта проблема уже почти ее преодолели и она не такая актуальная как раньше но все же иногда встречается также ученые говорят что вообще топрионные заболевания могут встречаться спонтанно вот вроде бы есть случай заболевания либо у животного либо у человека но рядом с ним не обнаружено никаких других больных этими заболеваниями не в его окружении него город не они говорят что в пище их не обнаруживают вот просто возможно в организме перешла произошла какая-то перестройка и на нормальные белки так подействовали что они перестроились и стали опасными возможно просто не замечают причины реальные там пищи не нашли или в окружении это распространение прионных заболеваний в мире темно-зеленые это человеческие заболевания а именно болезни крейтсфолда якоба а светлые это заболевания животных коровья бешенства как вы видите украина благополучно по этим заболеваниям но все-таки нам следует держать ухо востро потому что если какое-нибудь мясо за границей к нам приходит лучше это старательно изучать и чтобы не возникло прецедентов и у нас стране какие перспективы в изучении прионов в их лечении профилактики легче однозначно профилактировать эти заболевания чем их лечить потому что лечение еще не разработано профилактика это прежде всего избегать вот тех всех путей заражения которые были показаны раньше и и стараться их не допускать также говорят что изобрели вакцину даже для мышек от прионных заболеваний но я не знаю насколько она эффективна поскольку иммунная система организма в принципе не реагирует на инфекционные прионы они их путают с нормальными именно в этом есть опасность и вот этих злых близнецов они выдают себя за нормально иммунная система их не замечает поэтому никак не реагирует не возникает не воспалительного процесса не какой-то борьбы с ними а вот они беспрепятственно побеждают поэтому как может идти речь о вакцинах тут непонятно ну для человека в любом случае пока в перспективе таких вакцин нет вот насчет лечения стараются изобрести конечно методы лечения но прежде всего сейчас направлено на то чтобы не лечить существующие болезни а замедлить темп их развития прионные заболевания могут развиваться очень медленно от нескольких месяцев до нескольких десятков лет пока вот не по не проявятся эти клинические признаки человек может и не знать что он им болен он может пройти 5 лет и 10 пока не проявятся вот эти нервные симптомы поэтому сейчас стараются изобрести лекарство которое замедлит вот эту вот цепную реакцию превращение нормальных прионов в инфекционные и этот процесс растянуть на длинные годы там если скажем 20 30 40 лет будет длиться это заболевание бессимптомно то это будет не настолько неприятно как сейчас в общем прионы мало изучены есть очень много перспектив в их изучении много теорий сейчас возможно они не совсем правильные прошлом и будущем мы об этом узнаем возможно их наоборот подтвердят или придумают что-то новое но у нас есть пространство для размышлений для изучений ну в общем то все спасибо за внимание Slack6 О о о Продолжение следует...